Сейм – государственный институт управления в Литве, который контролирует деятельность правительства, выпускает законы, принимает поправки Конституции, назначает выборы президента Литовской Республики, устанавливает административное отделение республики, а также выполняет другие важные функции. С чего началась история Сейма? Как государственная власть в Литве, Сейм появился во второй половине 15 века. Образование Сейма в Великом княжестве Литовском и его функционирование в позднее время – одно из важнейших достижений в нашей культуре, указывающее на его европейские корни и европейский путь развития. Сравнивая с Западной и Средней Европой, литовской традицией парламентаризма характерно запоздание, на что повлияли долгое время тянущиеся конфессионные конфликты и позднее крещение, которые тормозили развитие связи со странами Западной Европы. Только крещение Литвы в 1387 году, союз с Польшей, реформы управления государством Виталтосом Великим и создание новых институций управления стали основой для формирования политического просвещения народа, а также появления Сейма. В то время Сейм состоял из представителей дворян, представителей Совета Государей и важных государственных чиновников. Сейм выбирал великого князя, решал вопросы внутренней и внешней политики, решал вопросы налоговой и военной политики, контролировал государственную казну. Выборов в Сейм не было, а князь созывал Сейм только при необходимости. Членом Сейма мог стать любой прибывший в Сейм боярин. До Люблинской унии 1569 года было созвано 40 Сеймов Великого княжества Литовского. Когда Польша и Литва стали единым государством, появился и общий Сейм. В 16 веке Сейм стал высшим и важнейшим государственным институтом власти, который управлял даже королем. В 1652 году функционал Сейма усложнил вступившее в силу право либерум вето, когда один член Сейма мог наложить вето на решение всего Сейма. Из-за этого права вето с 1652 года по 1764 год из действующих Сеймов только семь закончили работу успешно. Все остальные были распущены, так ничего и не решив. В 1791 году Сейм, нуждаясь в изменениях, принял современную Конституцию 3 мая, но ей не суждено было долго существовать. В 1795 году при окончательном разделении государств закончилась и история парламентаризма в Литве. Современная история парламента начинается с акта 16 февраля 1918 года. Учредительный Сейм был выбран в 1920 году. Его составили 112 делегатов, выбранных тайным голосованием. Тогда проголосовало 90% всех имеющих право голоса граждан, а выборы выиграли литовские христианские демократы. Учредительный Сейм проделал важную работу, принял постоянную Конституцию государства, закон о земельной реформе и ввел лид. В 1922 году был избран первый постоянный Сейм, который присоединил к Литве Клайпецкий край. В 1923 году президент Литвы Александр Стульгинский распустил Сейм. В этом же году был избран второй Сейм, а в 1926 году – третий. При правлении Третьего Сейма 17 декабря 1926 года в Литве случился переворот и, став диктатором, Антанас Сметонов в 1927 году распустил Сейм. В 1936 году был выбран новый Сейм, но функции этого Сейма были ограничены, а законы мог издавать только президент. В 1940 году после оккупации СССР Сейм был распущен, однако в 1990 году Высшим Советом была восстановлена государственность Литвы. После восстановления независимости в 1992 году прошли первые выборы в Сейм. Сейчас они повторяются каждые четыре года. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. На этом все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok